Меня зовут Маквиссер. Поначалу я просто был обычным парнем, который не знает, кто он и куда идёт. А потом я гнулся в прошлое и вспомнил, что когда-то я был женат, но всего несколько секунд, так как жену сразу же убили бандиты. Во мне разгорелась жажда мести, и я начал вершить рыжее правосудие. В ходе моих приключений я нашёл много друзей и ещё больше врагов. Затем я переехал в Лос-Сантос, где нашёл своего отца. Оказалось, что он самый уважаемый главарь мафии. Встреча была тёплой, потому что я в его бассейн наслёл. В итоге он не признал меня, впырнул ножом и бросил умирать. Как же сильно он меня любит. Он, наверное, хочет, чтобы я стал таким же влиятельным, как он. После я связался с уличными бандитами, но меня тут же схватили копы и отдали под суд. Какие-то люди помогли мне сбежать, уничтожили моё личное дело, и теперь я могу начать всё с чистого листа. А это значит, пора закончить с рыжим правосудием и начать рыжий беспредел. Всем хай! С вами Юджин, и сегодня, друзья, мы снова играем в приключения Маквиссера в GTA 5 RP. Ты не ждал этого? Никто этого не ждал, но Маквиссер всегда приходит внезапно и очень ярко и феерично. Сразу поставь лайк этому видосу. Если хочешь поиграть со мной, то я играю на проекте GTA 5 RP на сервере Ламеса. Ссылка на него будет и подробная инструкция, как на него зайти в описании. Также, если ты хочешь поддержать мой канал, переходи в мой собственный буст, и ссылка будет также в описании. Ну а мы приступаем. А вот и мой папа выходит из дома со своими людьми. Наверное, меня искать отправляется, потому что очень переживает. Возможно, даже слезинки катятся по его щекам. Так, отсюда плохо видно его лицо. Надо подойти поближе. Вот так-то лучше. Ты грустишь, папа? Что? Какого хрена? Проклятый любимый папа бросил меня в детстве, пырнул меня ножом и никак из-за этого не переживает. Как же сильно он меня не уважает. Наверняка он услышал о той истории, как я пытался склотить банду. Как меня под суд отдали. Наверняка он все про это знает и смеется надо мной. А разве я выгляжу смешно? Идея. В этот раз я буду действовать максимально осторожно. Максимально скрытно. И максимально продуманно. Я больше не буду иметь дело с дилетантами, а найду самых отъявленных бандитов, с которыми сколочу мега-банду. И тогда мой отец наконец-таки меня зауважает и примет как своего сына. Итак, где же маг будет искать своих новых подельников? На улице мы уже пробовали, не получилось. Вступить в мафию не получилось. Оп, я знаю. Надо вызвать такси. От, твою мать. Вот почему нельзя возле дороги засматриваться на телефон. Так, он кажется будет это делать постоянно. О боже мой. Он маньяк-психопат. Скорее прыгай, мак. Оп. Все, разобрались с ним. Так, теперь ждем такси в безопасном месте. А, это же мое такси отмечено? Да, это мой такси. Вот он едет сейчас. Отличненько. Пойдем навстречу ему. Вот, это я, это я, это я. Это я, здрасте. Возле крови остановился. Как много крови моей. Что ты заказал? Да, это я заказал такси, спасибо. Ты успел отменить. Что? Я не отменял ничего? Мне написано, что заказ отменял. Это какая-то ошибка. Может быть, это случилось из-за того, что меня сбили, пока я заказывал. Может быть. Видишь кровь повсюду? Это кровь того упыря, который меня сбил. Я ему показал. А что, метку ставь? А я, слушай, я не знаю где. Мне нужно в тюрьму. Из-за того, что убил, и сразу съесть не хочешь? Нет. У меня есть другие причины. Более личные, более глубокие. Все, нашел тюрьму. Мукуйка. Мне нисколько не жалко, лишь бы попасть в тюрьму. Но больше 400 не дам. Что ли в тюрьму-то надо, зачем? Ну смотри, допустим, гипотетически, ты хочешь создать банду. Самую успешную банду в мире. Что нужно для банды, в первую очередь, как ты думаешь? Бандиты. Бандиты, все верно. А где наилучшие бандиты сидят? В тюрьме. В тюрьме, конечно же. О, мы приехали. Приехали. Спасибо большое. Пожалуйста. Так, а как мне тебе заплатить? Так может ты и забей. Не, папки нужны. А давай так. С первого нашего дела прибыльного я заплачу тебе процент. О, давай. Мы заработаем 40 тысяч долларов. Из них 1% будет 400 долларов. Вообще, я в плюсе почти. Все, хорошего тебе дня. Все, давай. Слава рыжим. Сила рыжих. Рыжий правосудие. Верши его повсюду. Да. Это что, тюрьма что ли? Да, вот написано, это тюрьма. Ну что ж, заходим. Здрасте, Элайджа. Так, я могу ему только сдать нелегальные предметы и уйти. У меня ничего нелегального с собой нету. Ладно, я просто пройду, посмотрю, че там да как. Здравствуйте. Здравствуйте. Я так понимаю, вы здесь надзиратели? Они самые. Вы что-то хотели? Да, я хочу стать надзирателем. Ну, давайте в таком случае ознакомимся с вашими документиками. А что, вас так просто принимают надзирателей? Это любому доступно? Конечно, если есть желание. О, есть желание. Мне нужно найти таких отъявленных преступников и устроить им максимальное испытание, чтобы жизнь медом не казалась. Посмотрим, насколько они крепкие. Может, мне не перебивать? Так, давай, документы, да? Паспорт. Так, 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 так. Смотрите, значит, вам, наверное, нужно будет пройти медицинскую комиссию. Опять ректальный осмотр, я не готов. А, ну, что поделать. Ну, придется вам, как бы, пройти это. А давай ты за меня пройдешь, ведь ты уже опытный в этом деле. У тебя здоровый, Анус? Я смотрю, тебе этот вопрос ступор поставил. Извини, мы с тобой не так хорошо знакомы еще. Да, да, да. Я даю вам 24 часа на прохождение медицинской комиссии. В случае, если вы комиссию не проходите, то, в общем-то, мы с вами распрощаемся. Вам это понятно? Так, больницу Лос-Антеса, я понял. Так, а, да, один вопрос. Пройдемте сюда. Значит, установите здесь. Черт, опять к стенке ставят. Боже мой, прямо здесь? Что, прямо все снимать или только штаны? Ну, трусы не надо, трусы оставьте при себе. Ну, ладно. Только предупреждаю. Эту сексуальность еще никто не смог увидеть и забыть. Смотри. Вот, чтобы ты мог осмотреть все как следует. Вот, я уже вижу. Повернитесь теперь. Вот, я и повернулся. И сейчас я уйду в стену и спрашиваю, как это я делаю. Я не знаю, что происходит, помоги мне. Упор, Лёша, принять. Отжимаюсь. Давайте, давайте, давайте. Это унизительно. Вот, вот, достаточно. А теперь что? Покачайте пресс. Окей. Вот, вот, вот. Давай. Сейчас 6 кубиков появится. Надо, чтобы было 6 кубиков. 6. Да я 7 тебе выдавлю сейчас. Самое, чтобы 7 вылез, тогда вы тоже будете нам подходить. Что, нормально? Подойдем, на шпириске подготовка все нормально. Вот, можете одеваться. Спасибо. Теперь в больницу? Да. Все, я скоро приду. Такси, 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 такси. Дружище. Да. Здравствуйте, сэр. Мне нужно в больницу. Сколько дашь? Кого дам? Обычно так мне говорят таксисты. Поэтому я думал, что это такое правило, такая традиция. Сколько дашь? Ой, а у тебя пистолет в руке. Это ведь не похищение с дальнейшим изнасилованием. Фух, слава богу. В больнице тебя унизят достаточно. Там же будут проверять все твои отверстия. Нет. Что, отсидел? Да я даже не успел посидеть. Только зашел, меня сразу выперли. Вот она. Окей, ну и что, сколько? Сколько, бесплатно. Спасибо тебе огромное, дружище. Да, давай, удачи всем. Тебе тоже удачи. Так, 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 так. Кто у нас тут медкарту мне даст? Здрасте, сэр. Пожалуйста, мне нужно сделать медобследование, чтобы получить медкарту. Поднимитесь, пожалуйста, на второй этаж. На третий. А, на третий этаж. Я не хочу по лестнице бежать и так устал с отжимацией пресс качать. Кто мне может дать медкарту? Красненький, пройдемте за мной. Хорошо. Скажите, это больно? Нет. Никаких осмотров разных отверстий? Нет. Все, меня просто напугали в тюрьме уже. Будет один маленький угольчик, но вообще незначительный. Куда? В плечо. Давай. Сколько с вас взять? Шесть тысяч или четыре? Возьми триста. Триста нет. Триста наверняка возьмешь, а вот остальное не знаю. В двести пятьдесят давай. Нет, у вас четыре тысячи с вами меньше. А, так это прям по-серьезки? Да. Погоди, погоди. Ну как так? Это же очень дорого. Ну это на месяц. На месяц? Это что, каждый месяц продлевать надо? Да. Так я за месяц-то не изменюсь и буду таким же здоровым, классным, веселым и красивым. Герпес вряд ли пройдет. Слушай, у меня есть три тысячи. Сделай скидку. Я уже у вас постоянный клиент. Ладно, сэр. Давайте для начала достану из правого кармана, значит, ватную палочку засуну вам в ротик, если вы, конечно, откроете. А-а-а. Прекрасно, вижу, у вас тут все, в принципе, неплохо, да? Давайте, встаньте сюда, вот можете присесть. А-а, хорошо, хорошо, да. Я вот вам буду буквы показывать. Вы мне вот скажите, что видите, не видите. Вот эта буква какая. Погодите секундочку. Это, значит, это B, C. А-а-а, да-да. Я вижу. This need an extra push to close. Да? Там так и написано. Ну, возможно, что-то там есть такое, да. Не зря купил бинокль. Ложите сейчас, у вас тут посмотрим. А-а-а. Ну, вы же это как-нибудь поровнее этого. Никогда не знаешь, как упадешь. Ну, вы цельтесь. Это сложнее, чем кажется. Ты, черт, меня дери. Ничего себе, у вас пресс. Пресс такой, да, я качал его только что. Вот, нормально? Как раз к вам попкой, вы можете ее посмотреть. Ну, вы разденьтесь, чтобы я посмотрел, то и это, не рентген. Вот. Ну, спинка у вас вроде ровная. Ну, видно, видно, да, вы занимаетесь. Ну, как я, доктор? Ну, в принципе, выглядите неплохо. Дайте, я вот тут что-нибудь прощупаю. А-а-а! Да я аккуратно, не переживайте. А-а-а! Вот тут больно? Ну, скорее неловко. Неловко, если гораздо больше меня ранит. Вот тут больно? Так, ну здесь, я бы сказал, даже немножко приятно. Так, вот тут щекотно. Ну, учитывая, что вы гладите пальчиком стул, возможно, ему это нравится. Ну, не дотягиваю, знаете, не всем даны длинные руки. Хорошо, можете одеваться. Все, спасибо. Давайте, это, задам какие-нибудь вопросы. Слушай, я хотел пойти в тюрьму, устроиться надзирателем. В итоге полвыпуска буду насмотры проходить в разных местах. В домовых верите? Так, ну это философский вопрос. Ну, давайте немного поразмышляем. Ну, вот. Ну, давай, вот подумай сам. Вот подумай сам. Подумай сам и скажи мне. Ну, я считаю, в принципе, возможно. Возможно. А ты думаешь, что они могут быть в любом доме? Ну, я думаю, какие-то критерии есть. Ну, вот смотри. Можно ли считать того чувака в зеленом домовым? Ну, я думаю, как-то мало похоже. Давайте спросим у чувака. Вот он должен сказать правду. Домовые не врут. Слушай, парень, ты домовой? Да. Вот. Видите, не угадал. Да, да, да. Это домовой самый настоящий. И еще и зеленый. Наверное, ирландец. Да. Может быть, еще и лепрекон заодно посоветительствует. Есть золото? Нет, нет. Нет, нет, ладно. Хорошо. Теперь мы знаем, что, во-первых, домовые есть и в больницах. Они разговаривают. И у них, ну, такой слабенький торс. Слабенький торс, к сожалению. Не то, что у меня. В принципе, вам видно, да? Вы как бы человек здоровенький. О, это карта? А соточку на чай дать идти? Конечно, дам, дружище. Не проблема. Спасибо. Ты лучший врач. Все, спасибо, удачи тебе. Так, 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 быстрее. Времени в обрез. Мой батя не молодеет. Он должен еще успеть увидеть, какой я классный стал. И уважаемый. Здравствуйте, сэр. Куда? Я же не сказал, куда ехать. Ладно, ты, видимо, не говорящий, да? Мне в тюрьму надо. Слушай, я тебе так скажу. Наконец-таки первый таксист мне попался, который не говорит. Этот весь стреп. Почему нельзя просто посидеть спокойно? Почему нельзя просто подумать о своем, сам с собой наедине? Чтобы никто не лез в твое личное пространство с ими бла-бла-бла. Как погодка? Как вам город, сэр? Давно вы здесь? А я вообще таксист? Таксист? И я, а не только таксист, но у меня еще и большой бизнес успешный. Есть вот это вот все. Абсолютно праздные беседы. Зачем они нужны? Вот скажите мне. Не говорите правильно, потому что вы лучший таксист, который молчит. Кстати, город классный. Я здесь недавно, и мне очень нравится. Но вы этого не спрашивайте. Спасибо вам огромное. Ты имеешь все шансы быть лучшим таксистом в мире. Спасибо большое, что меня подвез. Сколько тебе дать? Да, бесплатно. Так, нет! Слишком болтливый таксист. Так, здравствуйте. Ты кто? Здравствуйте. Я не с тобой отжимался. Нет, не со мной. А, вот он, вот он, вот он. Здравствуй. Я, кстати, даже не знаю твоего имени. Мы отжимались друг с другом, но так и не познакомились. Отжим на одну ночь. Так, ну, в общем-то, вы прошли в комиссию, да? Да, медкарту все получил. Сейчас покажу. Ага. Хорошая медкарта? Хорошая. Пройдемте сюда. Давай, я готов. Приглашение во фракцию. Приглашаюсь. Ну что же, добро пожаловать, сестер Мак Виссард. Ура! Вы поступили в Академию федеральной тюрьмы. На начало проведем маму экскурсию. Да лучше бы уже ректальный осмотр сделали. Подходите переодевайтесь. Опа! Во, классно смотрится. Особенно с бабочкой. Да, да, да. Здесь у нас стол, как вы понимаете. Здесь мы принимаем посетителей. Здесь у нас сотрудник выдать вам снаряжение. О-хо-хо-хо-хо-хо. Отличненько. Пойдемте. Ну что ж, бандитики. Я вас тут так найду. Я отберу лучших из вас. Самых стойких, самых крепких. Видел бы меня сейчас мой папа. Веду себя как настоящий главарь. Готовлюсь собирать лучшую шайку. Как вас зовут, кстати? САСПа, видимо, вас зовут. Вас на груди же написано. Ну что, идемте дальше. Найдите мне самого отъявленного бандюгана, который у вас тут сидит. Здесь будьте очень аккуратны, предельно. Заключенные, ну такие товарищи, знаете. С ними надо, наверное, лазать, держать. Конечно, поверьте, я буду так строг, как никогда. Так, заключенные, от двери отходим. Так, я ствол наставил, от двери отошел. Итак. Итак, да. Как зовут? Чего за литерство, мне страшно. Так, тебе страшно? Такой мне, конечно, не нужен. Который сразу боится. Нет, нет. Давай, давай другого. Нужно кого-нибудь самого смелого. Тот чувак в очках совсем не смелый. Он сразу задрожал. Чего-то вообще сразу наизмение. Мне кажется, вам вот он подойдет. Он самый опасный, он тут всех держит. Вы про кого? Вон, вон человек. Про него? Про Саспу? Да не, не, вон человек. А, вот. Он? Так, сэр в шапке. Да. Вы кто, вы кто? Говорят, вы тут самый смелый, самый опасный, самый стрёмный. Я вор, пожалуйста. Мне очень нужно отобрать самых-самых стрёмных и устроить им такой ад на земле. Самый стрёмный здесь это гиена Грибоводов. Так, давайте не путайте меня. Сначала скажи, что стрёмный он. Да он вообще не шестёрка, ты чё? Я самый стрёмный. Самый стрёмный это врать вот так вот нагло, глядя мне в глаза. Мои голубые прекрасные. Вруны мне не нужны. Так, кто из вас самый стрёмный? Лысый? Слегка лысый? Или в шапке? Саспа, давай, давай. Кто у вас по рейтингу самый клёвый? Я на лысый самый опасный. Самый опасный лысый? Так, ребята, давайте проверим вот что. А чё, мне не заряжен, что ли? Извините. Насколько у вас уязвимы колени? Нормально выстоял. Неплохо, неплохо. Отлично. Хоп. Всё, так вот этот выбывает из игры. Оп. Ещё один упал. Чё происходит? Слабочён. А ты не промах, чувак. Ты мне наврал. Поэтому я даже не знаю, стоит ли мне вообще с тобой иметь дело. Пулю не получишь. Они у нас тут на вес золота. Потому что сыс. Что ты сказал? Сыс, сыс. Повтори это ещё раз. И прямо мне в лицо, чтобы слюна прямо мне брызнула. Прямо мне на губы. Ну-ка скажи мне, что ты мне сказал? Сыс, сыс. Отлично. Всё-таки он не так плох, как я думал, Саспа. А у тебя есть что-нибудь? Там дубинка. Дубинка какая-нибудь. Я дубиночку не дал, могу. У меня есть. Что? У него, почему у него оружие? У него есть всегда туз в рукаве. Хороший чувак. Стой, куда побежал? Куда побежал? Смотрите, сколько пуль он выдержал. Умница какой. Итак, у вас осталось трое. Лысый, Жёлтый и Шапка. Шапка к стене. Итак, давайте познакомимся. Как вас зовут, Шапка? Шапка. Правильный ответ, мать твою. Так, ты, Жёлтый. Ты Жёлтый, ты понял? Да, да, понял. Ты понял, что ты Жёлтый. Шапка номер два. Откуда взялся? Ладно, неважно, Лысый. Бенни Сильный. Как? Бенни Сильный. Бенни Сильный. Бенни Лысый ты будешь. Ты у нас... Ашот камшот. Ашот камшот, понял. Так, ты кто? Я Ахмед Магомед. Ахмед, что-то рифмуете, да? На рифму всё. Но мне нравится, мне нравится. Очень поэтичные ребята. Я вам сейчас устрою, ребят, за то, что вы такие супер страшные учёные. Ээээ, включённые. Кто-то из вас учёный? Пять классов образования. Пять классов? Да ты у нас вундеркинд, мать твою. А ты чё? Со второго сбежал. Со второго сбежал. Нет, не дотягивает. Кто из вас больше всех проучился в школе? Я. Красава. Сколько ты проучился? Красный диплом. Красный диплом. Теперь мне важно знать, кто за что сидит. Шапка. Я нассал на школьный диплом. Только не говори, что на диплом жёлтого. Не, не правда. Вот смотри, вот ты всё время врёшь мне, вот всё время врёшь мне. Какой диплом есть в школе? А ты посмотри, посмотри, посмотри. Ну какой диплом есть в школе? В школе аттестат. Получай колено. Но мне не нужны вруны, понимаете? Так. Жёлтый за что сел? Продажа сбыта не легала, так же убийство человека. Вот это мне нравится. Отъявленный подонок просто. Я считаю, что жёлтому нужно устроить испытание порицанием. Все встали вокруг него, все встали вокруг жёлтого. И начинаем говорить ему, какой он негодяй, подонок и мерзавец. Ты, сука, тварь, ёбан. Выстрел и злинился перед всеми. Алло, стрел. Не настолько же грубо, всё-таки это человек, как-никак. Давайте как-то более дружелюбно. Ты негодяй, вот можно. Нехороший. Знаю, знаю, так как. Ублюдок, да. Мерзавец. Ты. Ты жопой нюхаешь святы. Вот так нормально ещё можно. Давай, продолжайте, ребят. Ну, в поле бы срать с тобой не сели. Ну, давайте. Он должен заплакать. Надеюсь, что он не заплачет, конечно же. Ты никому не нужен. Да, узер. Никто не придёт на твою фан-встречку. О, ну, ну, рот. А чушь не. Жёлтый, ты уже хочешь плакать? Все эти ребята тебя не любят. Да мне как-то вообще, честно говоря, массать. Прекрасно, Жёлтый. Выбивается в лидеры. Выходи в лидеры. Жёлтый получает мою розу. Условно. Теперь следующее. Ашот, за что сел? Я. У мусора кошелёк типанул. Так. И всё? Ну, конечно, потом ещё мы напали на конвой, но это не важно. И всё? Да. Но ведь ты заблуждаешься. Ты нарушил закон, когда родился. Понял? Ага. Слушай, ну какой-то от тебя энергии нету прям. Ладно, хорошо. Пока остаёшься здесь, стоять у стены позорный. А ты, Магомед, я забыл, как тебя зовут? Билли Сильный. Билли Лысый, всё, точно, вспомнил. Ты за что сел? Бай не Сильный. За тупое имя, что ли, сел? Ты за тупое имя сел, Билли Лысый, я тебя спрашиваю? Молчит. Хорошо, мне нужны такие ребята, которые могут молчать под прессингом. Аниме персонаж. Ты у нас кто вообще? Откуда ты взялся здесь? Или я тебя сам поставил? Я уже не помню. Ты за что сел? Ну, грабёж, убийство, наркотики там. О, весь пакет, короче, услуг криминальных. Молодец, хорошо. Так, пойдёмте за мной, пойдёмте за мной, я устал с вами болтать. Заходим все сюда, внутрь, быстро. Начинается батл-рояль. Батл-рояль! Бить нам все друг друга? Конечно, что я буду сейчас вас бить. Стал бы я сбить своих работников. Нет, конечно, вы мне ещё нужны. Ну, чем мы тебе нужны? Так, это послушайте все. Так, Эбби, ты меня смущаешь. Иди, наваляйте ему кто-нибудь. Так, хорошо. Всё неплохо. Объедите! Очень неплохо. Всё, мы закончили начальник. Остались трое умницы. А чё он висит? Да, у него немного плохо. Какой-то он мягкий. Ты как, жив? Да, всё нормально. У него просто сахарный диабет. Вы показали, что вы достаточно сильны. Теперь пойдёмте со мной. Значит, забирайтесь на лестницу. Закрыто, закрыто, откройте. Конечно, конечно. Где же мои манеры? Так, выходим, выходим, молодцы. А теперь все прыгайте вниз. Нужно проверить, как вы выдерживаете падение с большой высоты. Хорошо. Первый пошёл. Прыгайте! Так, хорошо. Отлично. Прекрасно, упали прям в ту же самую точку. Отличная меткость. Так, вы все хорошо попрыгали. Жёлтый пойдёт в карцер со мной. Карцер в другом месте. Извините, карцер в другом месте. Жёлтый, ты знаешь, где карцер. Все проводите надзирателя в карцер. Так, вот, заходите. Заходите все, заходите все. Я хочу вас убить, можно? Что за жевания такие? Ну он же маньяк, он же убийца-психопат. Так, заходим все. И теперь задача здесь выжить с маньяком-психопатом, который хочет всех убить. Это игра на выживание? Это игра на командную работу. Посмотрим, сможете ли вы либо убить его, либо подружиться. Так, я слышу крики дружбы. А, вот это да, вот это команда. Мы победили. Что? Дружба победила, да? Да. Так, ну-ка, дайте посмотрю на ваши результаты. Ой, что произошло? Маньяк. Хорошо. Мне нравится все, что я вижу. Настоящие бандиты отъявленные. Выходим. Вы достаточно просидели в карцере, наверное, это было тяжело. Так, а теперь пойдемте на трибуны. И начинаем кросс. Бежим от пуль. Господи, как радуются мои глаза. Вы просто молодцы, друзья мои. Я горжусь вами. Но мне не хватает желтого. Он сложился в карцере. Сейчас мы его подлатаем, и он придет к нам. У нас будет очень харизматичный коллектив. Лысый, полулысый, в шапке и желтый. А, вот остальные ребята прибежали. Как начать баскетбольного матча? Давайте. Как это прекрасно. Парни, вы прекрасно все смотритесь в команде. Мне очень понравилось. Теперь, пожалуй, пройдемте. Где у вас душевая? Душевая за мной. Пройдемте в душевую. Кажется, все эти ребята годятся в члены моей команды. Вы хотите попасть в члены? Вы все грязные после всех этих упражнений долгих. Члены должны быть чистыми. Зачем мне нужны грязные? Третье друг друга, я сказал. Так, это не то, что я представлял себе. У меня патроны кончились. А не подскажешь тебе, где здесь клад с оружием? Я здесь первый раз. Смотри, вот здесь есть комната. Вот здесь, да? Здесь крытый проход на арсенал. Она вот сюда. Вот это вот дверь. Так. Окей. Что за место такое? А куда побежали-то? Что? Сирена? И они что-то все ломанулись? Слушайте, это же отличное упражнение для моей команды. Мы проверим их в деле. Когда они будут угонять от полицейских. А я им устрою такую погоню. Молодцы, молодцы. Какие шустрые. Так, ребят, быстро все в погоню. Заключенные сбежали. Сидите, следите. Погнали. Умница. Я найду самых лучших себе кандидатов в бандиты. Аккуратней. Все в порядке. Сработали. Лепли безопасности. Вот вам. Вот и вам тоже в ответ, братаны. Сбрасывайте их. Нет. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok